Портал детали. Главные новости Израиля и мира. В наших программах отвечать. А сегодня такая своеобразная, так сказать, дата. Ровно две недели назад, в утренние часы, рано-рано утром, началась война. То есть, ровно две недели назад, под покровом темноты, после сильной артподготовки, ракетной атаки, боевики Хамаса проникли на территорию Израиля и началась резня. С нами наш коллега-журналист Сергей Ауслендер, военный корреспондент. Сергей, доброе утро. Да, доброе утро, Саша. Несколько слов о том, появилась ли какая-то сейчас ясность? Знаешь, как всегда, видится все на расстоянии. Все-таки две недели уже есть какое-то расследование, какие-то свидетельства. Как все-таки это могло произойти? Этот вопрос задают и будут задавать еще очень долго все израильтяне и не только. Ну, я надеюсь, что этот вопрос будет задавать государственная комиссия, которая будет создана после войны, да, и которая будет разбираться, почему это вообще произошло. Потому что понятно, что сейчас на этот вопрос никто четкого ответа не даст, но тут нужно... Ну, хотя бы воссоздать события, как это было. Да, разделить на две части, потому что провал был на стратегическом уровне, таком политическо-стратегическом, и провал был на уровне тактическом и военным. На стратегическо-политическом, как мне это представляется, провал заключался в том, что мы придумали вот эту доктрину, разделяя и влавству, да, сегрегации террористов в Газии, исламский джихад... Придумали это, к сожалению, не мы, это... Ну, это было раньше, мы ее придерживались очень строго, да, и мы в нее поверили. Мы поверили в адекватность Хамаса, что Хамас это теперь в Газии власть. Хамас отвечает за два там с лишним миллиона жителей сектора Газа, никто даже толком, кстати, не знает, сколько их там. Теперь ему нужно заниматься там хозяйством, водой, канализацией, там, деньгами. Вот они просят увеличить квоты на рабочих, которые приходят к нам из сектора Газа и так далее. И очень удобно было в эту концепцию верить, потому что вот есть исламский джихад, опять же говорю, плохие парни, да, есть Хамас, тоже вроде плохие, но такие, относительно адекватные, да, и вроде как с ними можно иметь дело. А когда ты во что-то веришь, ты под это все начинаешь подгонять, да, вот все свои действия и как бы все подгонять под вот этот ответ. И как мне представляется, все это было частью плана Хамаса. То есть убеждать нас в том, что они переговороспособные, они ничего такого не выкинут, ну, они же понимают последствия, да, вот, как бы, что случится в случае израильского ответа на такое. Поэтому они уж точно ничего такого не устроят. И даже две последние военные кампании, если ты помнишь, в Газе за последние, там, пару лет, они не вмешивались. Мы воевали с исламским джихадом, а они сидели тише воды ниже травы, и вроде как все было нормально, ограничиваясь, там, какими-то заявлениями. Что в свое время даже породила на палестинской улице такую вот, как бы, нелюбовь к Хамасу. Почему? Почему они не участвуют, да, в войне с сионистами. Но, как я еще раз говорю, да, предали палестинское дело. Все это было частью плана одного и того. Он был очень долгий такой, очень многоуровневый, многопланный. И вот таким образом они нас буквально усыпили. Буквально. Плюс к этому постоянно. Наши же постоянно им давали какие-то подачки, разрешили... Ну, постоянно подачки разрешали, да, этих 18,5 тысяч рабочих. Потом торговались увеличить эту квоту 50 тысяч или 30 тысяч. Вот, то есть, вот мы как бы смотрели на какие-то детали, не видя, вот, собственно, за деревьями-то леса, да, не видя самого главного, что они готовят. Ну, кстати, разрешали, я вынужден вмешаться. Вчера вот из источника, от врача, который работает в больнице Теля Шамер, там лечится очень много детей из газа, детей больных раком. Эти дети, естественно, вместе с родителями, вместе с мамами. И вот 7-го числа, когда все это началось, когда включили телевизоры, там везде стоят, вдруг началась такая вакханалия радость, крики, танцы. Они улюлюкали, эти мамаши, они хлопали в ладоши, они обнимались от радости, они целовались, они выражали такую радость, что наконец-то начали резать евреев. Причем лечат их абсолютно бесплатно, я хочу заметить, да, то есть это дорогущее лечение. Помните, как мы постоянно собирали, у нас идут эти рекламы, там, поможем Васеньке, поможем Петеньке, сколько собирали детям из России, сколько собирали детям из Украины, которые из других стран, которые, значит, приезжали лечиться в Израиль, им собирали как бы с миру по нитке, потому что деньги кончались, и надо было лечить этих детей. Этих лечат совершенно бесплатно. И вот эти дети, которые вырастут, да, то есть это врач просто рассказывал, она понимает, что вот они вырастут и завтра пойдут убивать и убьют ее ребенка, ее сына или ее внука. Ну да, но сейчас, я думаю, эти мамаши там сидят, поджав хвост, увидев как бы, да, что произошло в Израиле после 7 октября, но сам факт, да. Но это я к тому, что вот это вот мирное население газа, мирное население газа, которое страдает... Да, мирное население газа участвовало в этой резине, прямо скажем, да, ухо на мирное, потому что вслед за боевиками проникли гражданские, которые тоже грабили кибуцы, жгли дома, убивали, насиловали, и уводили пленных в том числе. Ну я, кстати, нашим зрителям, смотрите наш телеграм-канал, у нас есть ссылка, и там мы показываем эти кадры, которые с камер видеонаблюдения, с регистраторов автомобилей, чьи водители были убиты, а камеры продолжали работать. Мы это можем публиковать только в Телеграме, это нельзя ни в Фейсбуке, ни в Ютубе, нигде, сразу забанят. Смотрите, там все это выложено, вот эти все страшные кадры есть, и мы продолжаем их выкладывать. Да, пожалуйста, Сергей. Ну так вот, в общем, короче говоря, они нас усыпили в этом смысле совершенно, вот мы в эту концепцию поверили, и вот в нее играли очень долго, а Хамас готовился, но они же не могли пожертвовать двумя с лишним миллионами человек ради достижения там какой-то цели и победы. Но вот, как оказалось, вполне себе могли. На тактическом уровне мы очень положились на технологии, да, вот эта вот стена на границе с газой, она действительно в техническом отношении была очень-очень такая продвинутая, там и системы наблюдения, и там аэростаты, да, там миллиарды шекелей буквально, и вот эти системы дистанционно управляемые, пулеметы крупнокалиберные, и разного рода там средства технические, все это делало ее как бы непреодолимой. Считалось, что в следующей вот войне Хамас попробует, если попробует, что-то креативное, что-то новое придумают, по воздуху полетят. Но они вот полетели и по воздуху, и по морю пошли, и проломили эту стену, но перед этим они вывели эту систему наблюдения из строя прямо на всем протяжении границы буквально. То есть не было прорыва в каком-то одном месте, да, забор был прорван в десятках мест, и они сумели эту систему обручивать путем такого одновременного удара по системам наблюдения, по камерам, по вот этим дистанционно управляемым пулеметным установкам с помощью коптеров, они вот на них гранаты сбрасывали, да, путем такого сильного минометного обстрела они вот эти гарнизоны постов, которые там располагали, буквально загнали в убежище, и система наблюдения рухнула. Она просто, ну, как бы исчезла вот на всем протяжении границы, плюс к этому был раннее утро субботы, вот праздник перед этим, ну, в смысле, в этот же день был праздник, народу мало на базах, народ поразъехался куда-то, пока там в Тель-Авиве сообразили, в Денштабе, да, о том, что вообще происходит, они вот прорвали границу, и первым делом, что они сделали, они захватили штаб дивизии ГАЗа. Это дивизия, которая отвечает, вот, собственно, за оборону этого сектора. То есть они действовали в военном отношении. Но от дивизии там было несколько десятков человек, то есть вся дивизия оказалась распущена. Неважно, там не было целой дивизии, понятно, это был, еще раз говорю, штаб территориальной дивизии, но оттуда осуществляется управление этим сектором. И вот они, не считаясь потерями, кстати, понесли очень большие потери при штурме штаба, они, не считаясь потерями, его захватили, и все, и оборона в секторе рухнула, просто вот, ну, и испарилась. И дальше каждый там воевал, каждый пост, каждый гарнизон, каждый поселок, все воевали уже сами за себя, да, централизованного управления, долгие часы не было никакого. И все, и дальше они уже вот рассеялись по этой гигантской площади. Вот ты сказал долгие часы, вот дальше встает второй вопрос. Почему с момента, когда они прорвались, когда они там захватили штаб дивизии ГАЗа, с момента, когда они проникли в израильские населенные пункты и шли кадры, люди снимали с телефонов, люди звонили на телевидение на прямую линию, да, и тишина. Где были вертолеты, где были беспилотники, где были силы быстрого реагирования, где были все. Прошло, по некоторым данным, от четырех до шести часов, пока появились, так сказать, регулярные части, которые... Допрос одного из пленных боевиков показал, вот он, что после прорыва границы, первый раз в него стрелять начали через пять часов только. То есть вот пять часов он находился на израильской территории, не встречая сопротивления. Хочу сказать, кстати, что там, где вся эта вот история, она отмечена еще и массовым героизмом, да, вот наших военных, там и гражданских, там солдат, спецназа и так далее, что, естественно, говорит о массовом же провале, потому что, ну, как бы массовый героизм, это всегда чья-то вот, чья-то ошибка или чье-то преступление. И там, где сопротивление было более-менее организованным, в кибуцах на юге, там, в машавах на юге, да, на армейских базах, они либо понесли большие потери, либо вообще не смогли их захватить. Ну, вот кибуц Нерам, это вот где девочка, рафшат, так называемый, офицер по безопасности организовала оборону, они туда ведь не смогли войти. Они потеряли там человек 30 убитыми, и так и не вошли в кибуц. Там практически, по-моему, не было погибших, насколько я помню. Да, да, то есть они умудрились подпустить их. Да, это породило хаос, естественно, да, такой прорыв. Совершенно непонятно, где они находились. Если они сумели добраться аж до Факима, это 35 километров вообще-то от газа, да. Если смотреть на север от газа. Ни одного беспилотника, ни одного вертолета. 35 километров, да. Вот эти белые пикапы, которые неслись по пустым дорогам, белые пикапы с пулеметами в кузове, это идеальная мишень, как некоторые говорили, что два вертолета «Апачи» могли бы все это остановить. Нет, два нет, но еще раз говорю, это породило хаос. Четыре. Потому что в Тель-Авиве не могли понять. У нас просто генштаб находится в Тель-Авиве, ну, как бы для понимания. Так вот, не могли понять, что происходит и где прорыв. Никто же не понимал, насколько массовый этот прорыв случился, да, что они уже в Сдероте, например, контролируют город-то практически. Они же контролировали в какой-то момент город, буквально город, не поселок, город. Что, может быть, есть где-то отдельный прорыв. Потом эти все сообщения поступали валом в генштабе, их просто, видимо, физически. Опять же, раннее утро субботы, там все еще не проспавшись, понять не могут. Это тоже говорит о том, как у нас все было устроено. Потому что мы вообще-то, это не Бельгия, да, и не Швейтария какая-нибудь. У нас в Израиль вокруг кругом война террористы, и надо как-то соображать было быстрее. Поэтому, кстати, и спецназ понес такие потери, потому что спецназовцев бросали в бой вот без подготовки. Вот кого успели собрать, сажали на машины и отправляли. Мне рассказывал человек из Емама, это полицейский спецназ, это вот спецназ полиции, вот, что они как бы из Ашкелона они выехали. В Ашкелон они не вошли, кстати, террористы. Тут надо отдать должное нашим военным из военно-морских сил. Ну, это подразделение называется СНАПИР. Это вот они на лодках, вот есть это видео, где они там гоняют на лодках, да, на резиновых, там расстреливают террористов в воде, потопили несколько их катеров, и они не дали высадиться в Ашкелон с моря, потому что идея была высадиться еще и в Ашкелон с моря. Это был бы вообще просто катастрофа полная, если бы они добрались до Ашкелона. Ну так вот, из Ашкелона этого парня, их посадили в машины и отправили вот куда-то туда, в сторону вот газа, езжайте там. И вот прямо на Ядмар-Дыхай, это перекресток, где вот там газа, а вот там вздерот, они попали сразу в засаду. И там был очень тяжелый бой. Спецназ понес какие-то жуткие потери. У нас никогда не было таких потерь у спецназа вообще. Там Маглан, Цаерет Маткаль, спецназ генштаба, ЕМАМ, там целая куча народу погибло. Потому что, ну, спецназ вел бой с очень сильно превосходящими силами террористов периодически в открытом поле. Единственное, кто не понес потери, насколько я знаю, это Шаетет. Это вот спецназ военно-морских сил. Да, они освобождали базу СУФА, в частности. Ну, это база военная, там же рядом поселок. Вот они СУФУ освобождали. И они там, видимо, уже примерно понимая, с чем придется столкнуться, как-то вот действовали очень грамотно. И вот такая случилась история. Вот этот массовый героизм, на самом деле, полицейских. Там в одном из кибуцев четверо полицейских с глоками, с пистолетами, да. Несколько часов воевали против отряда террористов с автоматами, пулеметами и гранатометами. За все четверо живы остались. Вот по два магазина на ствол у них было. Потом там тот же спецназ, там полиция, которая там и так далее. Они в каком-то смысле спасли страну, потому что, еще раз говорю, 35 километров до Афакима. Если на север посмотреть, 35 километров это уже аж дот. А там еще 30, и уже Тель-Авив. То есть они вот как бы... Ну, ты забываешь еще про военную... авиабазу, где находились F-16, F-35. Не Ватим, не Ватим. Это возле Бершевы. Вот они туда. Вроде как были у них планы доехать туда, добраться. Это в общем было вполне... Увлеклись разбоем как бы и так далее. Да, резней, и могли бы добраться и туда, кстати. То есть если бы они действительно не начали вот эту массовую резню, а прямо вот действовали как-то более четко в военном смысле, они могли добраться до каких-нибудь крупных, прям совсем городов. Может и до той авиабазы. Не факт, что эту авиабазу бы сумели отстоять. Конечно, там тоже было бы 3,5 человека. Сергей, ну давай переметнемся к тому, что происходит сейчас. Обещана, то есть подготовлена или продолжает готовиться наземная операция, но ситуация на севере. Что происходит на севере? Хизбалла уже... Как считать, они уже вступили в войну или они еще собираются вступить в войну, на твой взгляд? Нет, они еще не вступили в войну. Это пока носит характер такой управляемой эскалацией. Они потихонечку повышают градус на севере, но пока в войну они полноценно не вступили. Если Хизбалла полноценно вступит в войну, нам придется тут крайне не сладко. То есть это гигантский арсенал дальнобойных ракет, это удары на всю глубину Израиля, буквально они могут добить до Элата. И Элат – это крайний город на юге у нас, для зрителей, которые не очень знают нашу географию. И это попытка прорыва наземными силами. Прямо вот они пойдут по земле в больших количествах. То есть Хизбалла – это вот Хамас умножить на 10 примерно. То есть их возможности на порядок превышают возможности Хамаса. Но пока это носит характер таких приграничных инцидентов, перестрелок через границу. Они пускают противотанковые ракеты, стреляют там из стрелкового оружия. Там уже есть погибшие со стороны Израиля. Больше 10 человек, больше десятка попивших. Да, и резервисты. Были попытки прорыва, но в какой-то момент армия просто принялась уничтожать вообще все, что шевелится и подползает к нашей границе со стороны Ливана. Генерал Агари, который сейчас глава пресс-службы армии, который каждый день выступает с такими вот типа брифингами, он сказал, что любой, кто приблизится со стороны Ливана к нашей границе, будет убит. И он не будет разбираться, кто ты, что ты, что ты тут делаешь. Все, там ракета с беспилотникой, и привет. Наши отвечают огнем артиллерии и танков по тем местам, откуда летят ракеты. И пока вот это носит такой характер, еще раз говорю, пинг-понга. Но только за вчера уничтожили там 5 или 6 расчетов вот этих противотанковых ракет и минометов. Но из Хизбалла пока... Да, да, да. Да, но вот из Хизбалла пока не вступает. То есть понятно, что вот нажать курок, спустить эту рогатку должен Иран. То есть Хизбалла там ничего не решает. То есть Иран решает в какой момент? Вот это вот вопрос, насколько Хизбалла субъектна сейчас в принятии решений. То есть есть ли у них какой-то вот люфт именно в принятии решений. То вы там сами решаете, как бы захотите вступать, не захотите, нет. Нужно отметить такой момент. Хизбалла никогда... Вот мы четверть века с ней бодаемся уже с Хизбаллой, да. Но мы никогда... Она никогда не воевала с нами ради палестинского дела. Всегда ради вот Ливана, да, каких-то целей в Ливане. Вот 18 лет мы с ними там бодались в Южном Ливане, да. У меня там брат служил в инженерной разведке, рассказывал, как там все это происходило. Вторая Ливанская началась с... Вот, кстати, важный момент. Вторая Ливанская не планировалась Хизбаллой. Хасан Насрала, генсек Хизбаллы, потом говорил об этом в интервью, что мы вообще не собирались тогда воевать. Мы хотели просто похитить несколько солдат, а потом их поменять на наших террористов. Ну, Самир Кунтар вот помнит вот этих всех персонажей. Но реакция Израиля была тогда настолько непропорциональной, да, мы же снесли тогда пол Ливана буквально, что Насрала сказала, что если бы мы знали, что вот так оно будет, мы как бы ни в коем случае бы не стали этого делать. Ну, сейчас на примере ГАЗа они видят, как это будет. Вот. Но нам важно сейчас не попасть вот в эту ловушку, в которую мы попали с Хамасом, оценивая намерения, но не оценивая возможности. А возможности-то у Хизбаллы-то, не дай бог, какие. И поэтому нам и нужно понимать, что готова ли Хизбалла пожертвовать Ливаном. Потому что вступление Хизбаллы полноценно в войну, это начало там запуска дальнобойных ракет по нашей территории, или прямо резко возросший уровень эскалации, он приведет к ответному удару такой силы, что Ливан вот уедет в каменный век буквально. То есть историю Ливана после этого будут уже археологи изучать. Я понимаю, что это звучит вроде как страшно и жутко, но у нас выбора-то нет. Надо, кстати, Сергей, надо пояснить, что Хизбалла это не просто какая-то там террористическая организация. Хизбалла это член правительства Ливана. Это самая мощная военная и политическая сила в Ливане. Политическая, то есть они члены правительства. То есть Хизбалла это правительство и парламент Ливана. Поэтому если Хизбалла вступает в войну, это вступает в войну государства Ливана. Ливана, об этом и было сказано уже не раз, что мы не можем разделить Хизбаллу и Ливан пинцетом, там этих сюда, этих сюда. Нет. За это отвечать будет Ливан как государство. И в Ливане это, кстати, прекрасно понимают. Поэтому там сейчас кто может, пытаются как бы... Ну, не то чтобы давить, там некому давить на Хизбаллу. Для того, чтобы нейтрализовать армию, нужна другая армия. Таковой в Ливане нет второй армии. Ливанская армия есть, но это да, смешно. Ну, это курам на смех просто буквально. И поэтому они там и давят. Потому что там христиане живут, друзы живут, там сунниты живут, да, которые вообще ни разу не хотели с нами воевать. Вообще никогда, в принципе. И поэтому, да, там есть такая история, что на Хизбаллу пытаются давить. Но еще раз говорю, давить на Хизбаллу – это бесполезно совершенно. Вот либо они начнут, либо не начнут. И зависит это все от их субъектности. Сейчас то, что происходит, это можно воспринимать как такую попытку спровоцировать нас на масштабный ответ военный. То есть мы наносим сейчас удар по Бейруту в ответ на очередную прилетевшую противотанковую ракету. У Хизбаллы появляется казус Белли. И они начинают, значит, там по нам фигачить ракетами дальнобойными уже, там переходят в наступление. Нам приходится уже тогда сносить там все под корень и заходить в Южный Ливан до реки Литань как минимум, чтобы вот создать буферную зону. И дальше все уже начинает вот просто… Вообще невозможно просчитать, да. Да, во-первых, мы были. Во-вторых, сейчас все будет несколько по-другому, чем в 2006 году. Потому что Хизбалла, братца 2006 года, это совсем не то, что сейчас. Это полноценная армия с 10-летним боевым опытом войны в Сирии, например, и на других там аренах. Так что, в общем… Но, опять же, нужно оговориться, что тот же Байден, да не все, Байден, Блинкин, Остин, Майкл Курилла, глава Центрального войны, все своим ртом сказали, что любая третья сторона, которая вступит в войну Израиля и Хамаса, будет иметь дело уже не с нами, а с американцами. Для этого на траверзе Ливана, да, сейчас где-то ходит Джеральд Форд, да, потом к нему сейчас подходит Эйзенхауэр, там еще один подходит корабль, он вертолетоносец, но я запамятовал его название, на нем тоже эти самолеты F-35 есть, вертикального взлета. Корабль Маунт Уитни подошел, это штабной корабль, там, корабль управления и обмена информацией, это очень серьезный индикатор, то есть американцы, ну, вот просто так этот корабль никуда не посылают. Только там, где что-то намечается, прям грандиозно. Вот по поводу того, что что-то намечается, Сергей, не кажется ли тебе, что есть сейчас, так сказать, уникальная возможность наконец покончить вот с этим вот пистолетом, который стоит у виска Израиля, я имею в виду Хизбалу, чтобы не получилось так же, как получилось в свое время с Хамасом? Они, в удобный для них момент, они все равно рано или поздно нападут. Это же все понимают. И чем дальше это откладывается, тем сильнее и сокрушительнее будет удар со стороны Хизбалды, и тем больше будет потерь в Израиле. Ну, вот есть такое ощущение, что, возможно, это часть большого плана, некоего плана. Но посмотрим, тут гадать можно сколько угодно. Потому что у них есть свой план, у нас есть свой план. Правда, события 7 октября показали, что наш план-то не очень оказался, прямо скажем. Поэтому посмотрим сейчас, но, опять же, я так понимаю, что если ввяжется в войну Хизбалла, это будет означать неизбежное втягивание в войну и Ирана тоже, вот, и американцев тоже. Потому что мы одни так, мы как бы справимся с Хизбаллой и Хамасом, да, это будет крайне непросто, очень тяжело, очень вообще трудно и с большими потерями, но мы справимся и с теми, и с другими. Но американцы, я так понимаю, они, тут уже у них руки будут развязаны. То есть ты считаешь, что американский флот откроет огонь по Ливану и будут эти кадры на CNN, на BBC, как там разрушенные города, плачущие дети, а у Байдена выборы на носу, да, и он пойдет на то, чтобы его там убийцы рисовали с кровью на руках. Не факт, он предъявит победу тогда. Он скажет, что он устранил одну из главных угроз в области безопасности, это Иран. Потому что вступление в войну Хизбаллы будет означать неизбежное вступление Ирана. Ты хочешь сказать, что они по Ирану ударят? Да, да, конечно, конечно. Это вот уже будет такой конкретный исторический шанс разобраться с режимом Айетол. Ну, не то, чтобы его прям снести, вряд ли, это маловероятно. Без наземной операции ты никогда режим никакой не снесешь. Но их военную инфраструктуру уничтожить настолько, что они-то, в основном, лет 50 будут еще там оправляться от этого удара. Так что и заодно продемонстрировать Китаю, что будет, если. Вот, смотрите, да, поэтому... Это ты сейчас позиции американцев говоришь, да? Да, да, конечно, конечно. Поэтому они сказали, что если вы там, например, на Тайвань полезете, вот наша военно-морская мощь, которой никто не приблизился, даже близко не подошел на море, вот что она может. То есть, Сергей, то есть то, что ему Байдену не удается показать на фронте, на фронтах Украины, да, там затяжная война, которая непонятно, сколько будет длиться, непонятно, сколько, когда кончится, тут как бы все очень динамично, и можно рассчитывать на быстрый результат. Да, да, именно так, именно так. Потому что ни мы, ни американцы в долгую воевать не можем и не любим, прямо скажем, да? Да, мы-то тем более, откуда у нас ресурсы, чтобы долго воевать? Месяц, полтора, ну два максимума. Разве что это какая-нибудь велотекущая кампания, типа операции «Волнорез» на западном берегу. Кстати, надо отметить, что в Иудее и Самарии, на западном берегу, там все более-менее тихо, стабильно. Да, говорили, что третий фронт будет как раз вот Иудее и Самарии. И там сейчас армия жестит вообще необычайно совершенно, то есть там вот сняты все ограничения на применение оружия, вооруженных людей валят сразу без всяких там предупреждений, разговоров, выстрелов в воздух, там Ваке, Палана, Батуха и все такое. Вот, и это их напугало. Хотя там дали четко понять, кстати, нужным людям дали четко понять, что тут никто не собирается проводить никакие вообще зачистки, операции кого-то убивать. Нет, вот сидите тихо, ведите себя хорошо и все будет нормально. И вас никто не тронет. Да, и вас никто не тронет. По поводу еще одного фронта. Вот эти самые запуск ракет и беспилотников, йеменские хуситы, которых очень удачно перехватил американский эсминец, причем там бой продолжался, как выясняется, больше четырех часов, то есть это был целый поток, который шел в сторону Израиля. Сначала они думали, что это обстреливают их корабль. То есть этот корабль там оказался случайно, или американцы выдвинули корабли для того, чтобы прикрыть Израиль с той стороны? Не только Израиль, кстати, Саудовская радио. Нет, не случайно. Совершенно точно. Совершенно точно не случайно. Американцы сейчас расставляют свои силы таким образом, чтобы по всему периметру этого возможного театра боевых действий, который включает в себя, понятное дело, Иран, там Персидский залив, само собой, Йемен тот же, с его этими хуситами и так далее. То есть вся вот эта шиитская дуга была бы в зоне досягаемой американской авиации и американских ракет. Поэтому там и оказался этот Кортни эсминец, который вот так очень успешно перехватил все и беспилотники, и ракеты. Пока не очень понятно, кстати, американцами говорят. Они же не летели в направлении вот юга Израиля, но там и Саудовская Аравия тоже находится. То есть куда их конкретно пустили? Ну, можно предположить, что хуситы много раз заявляли за эти две недели, что они там, значит, готовы, там пропустите нас, держите меня семеро, пропустите нас, значит, через Саудовскую Аравию, мы пойдем Иерусалим освобождать. Но, опять же, коню понятно, что Саудовская Аравия их никуда не пропустит. Но у них есть дальнобойные ракеты с дальностью 2000 километров, то есть способные достичь Израиля. Поэтому американцы там тоже держат какое-то количество сил для того, чтобы это все парировать. Сейчас их центральное командование, в общем, переведено в такой режим максимальной боеготовности, такой уже предвоенной боеготовности, и очень резко усилено. Там самолеты перебросили, там, ну, много чего. Так что посмотрим, да, ну, вот, дай бог Америка, нас не бросит. Последний вопрос, Сергей. Возвращаемся на юг, возвращаемся к слухопутной операции. То есть 300 тысяч с лишним резервистов продолжают активные тренировки. Наземная операция не начинается. По информации, которая поступает, Европа и Соединенные Штаты оказывают на Израиль беспрецедентное давление для того, чтобы придержать, отложить эту наземную операцию. Там идут какие-то переговоры, якобы, по освобождению заложников, но заложников только иностранцев. То есть про израильтян вообще разговора нет. Ну, кстати, надо отметить, что... Там многие, да, военные граждане. Больше десятка, больше десятка граждан России. Россия вообще даже не упоминает про них. Ни одного не было возмущенного, значит, там, высказывания Маши Захаровой о том, что освободите наши граждане. Им все пофиг в этом плане. Не-не, там Захаров сказал, что во всем виноваты американцы. Это понятно, но граждане... Там идут виноватого... Да, но это они сразу сказали. Там интересуются их гражданами, да. Плевали они на них. Да. Что будет с наземной операцией? Как ты считаешь, то есть вот как бы надо было это делать сразу, быстро и решительно, пока весь мир был в шоке вот от этих кадров, которые там рисовали? Сейчас уже все это проходит, время проходит. Сейчас начинают затмевать телеэкраны, кадры там плачущих палестинцев и так далее. Или все-таки месть – это блюдо, которое должно подаваться холодным? Да дело не в мести, Саш, понимаешь? Дело в экзистенциальности проблемы. Потому что у нас выбора другого нет. Вот Хамас вот этим своим... Своей вот этой резнёй натурально не оставил нам выбора, очень чётко продемонстрировав, что с нами со всеми будет, если Хамас там останется. Поэтому выбор сейчас простой. На этой территории остаемся либо мы, либо Хамас. Вот одно из двух. Что касается наземной операции, проводить её сразу сходу нельзя было, потому что это невозможно. Армия так не работает, не умеет. Нужно сосредоточить силы, провести призыв резервистов, какие-то тренировки им сделать для того, чтобы они там немного вспомнили вообще, с какой стороны там за автомат берутся и так далее. Планы доработать с учётом наличия там заложников или без учёта наличия заложников. То есть перед людьми, которые принимают решения. Вот сейчас вот придёт Герцей Олеви к Нетаньягу и скажет, мы готовы, но мне нужен ответ на вопрос. Мы проводим операцию, как будто там есть заложники, или как будто их там нет. То есть вы, как премьер-министр, должны мне сейчас... Я не знаю, кем надо быть, чтобы принимать такие решения, но тем не менее их придётся принять. С учётом фактора или без учёта фактора. Это страшная вообще история, потому что... Полковичных заложников никогда не было ведь. Был один, было два, там... Никогда нигде их не было. В принципе, нигде не было. Никогда. Ну, то есть... Если бы они все содержались, были захвачены в каком-нибудь условном здании небоскрёбе там в Тель-Авиве, да, это один вопрос. Или вспоминается больница в Будённовске, да, или там... Или там Беслан, школа в Беслане, да. Там придумали бы чего-нибудь. Это, кстати, к разговору о том, нам многие комментаторы из России пишут. Вот, почему вы не можете договориться. Вот у нас столько мусульман, и мы с ними живём дружно. Ребята, вы живёте так настолько дружно. Да, ещё Норд-Ост надо ещё вспомнить, да? Да-да, вот Норд-Ост и так далее. Это всё понятно. Но вот тут они же находятся на территории, которую контролируют террористы, которая имеет второй подземный уровень. Они растащены по углам, их же там захватывали разные группировки. И они, естественно, рассредоточены, рассредоточены. На каждого, может, там пояс уже повесили, шаки, да, на всякий случай. И Бог знает вообще, как, в каком они состоянии. Тот факт, что они вчера отпустили двух, вот маму и дочь, да, это, я так понимаю, израильтяне с американским гражданством. А надо отметить такую вещь важную, что американцы людей с другим гражданством воспринимают только как американцы. Вот живёт человек в Израиле, он здесь родился, там все дела, у него есть американский паспорт, он для них американец. Не имеет значения, где он живёт, и какие у него ещё 20 гражданств есть. У них отношение такое. Вот то, что они их отпустили, это был такой момент, ну, в рамках психологической войны. Вот смотрите, мы же отпустили, да, давайте вы не будете сейчас проводить наземную, а мы ещё через неделю-двух отпустим, а потом ещё двух. И так в эту игру можно играть, там, не знаю, пару лет, понимаешь, пока Хамас будет, там, пытаться залезать рано и восстановиться. Поэтому наземная будет. Я вот абсолютно убеждён. Я не знаю, что должно случиться, чтобы её не было. Любой, кто сейчас скажет, что давайте не будем проводить наземную операцию, это политический труп в Израиле. И, кстати, не факт, что только политический. Поэтому наземная будет. Но, опять же, подгонять нет никакого смысла. Каждый день бомбардировок снижает боевой потенциал Хамаса и, соответственно, снижает наши будущие потери. Во-первых, вторых, армия дорабатывает планы. Это очень сложная история. Не так, что мы пишем план, там, 20 октября перейти границу и захватить сектор газа. Печать, подпись, Герцог, Левин, начальник Геншин. Нет, там планы до уровня батальона просписываются. Массу мелочей надо учить. Армия говорит о том, что пришло сейчас очень многие планы переписывать, потому что были готовые планы. Да-да-да, именно. Сейчас в связи с заложниками и со всем остальным приходят. С учетом заложников, с учетом наличия вот этих подземных туннелей, там нужно срочно принимать какие-то решения. Мне подписчики регулярно присылают разные идеи, как, значит, с туннелями. Ну, ты их, естественно, переправляешь в Генеральный штаб сразу. Ну, не в Генеральный штаб. Ну, там довожу до одного человека, который имеет выход на Генеральный штаб. Ну, мало ли, вдруг действительно какая-нибудь идея оказывается. Там есть идеи, конечно, и такие совершенно фантастические, но есть и, как по мне, так вполне себе рабочие. Ну, пусть разбираются, потому что для этого там этим армия должна заниматься. Но факт, что операция будет такая тяжелая, кровавая, и быстро прям все не получится, потому что Хамас готовился 9 лет. Вот с 2014 года по 7 октября 23-го они готовились к этой войне. И вот. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Услендер. Подписывайтесь на канал Сергея Услендера в Ютубе и на его канал в Телеграме. Телеграм-канал, который как у тебя называется? Война с Ордой. Война с Ордой. Он был начат еще, когда началась война в Украине. Спасибо. И подписывайтесь на телеграм-канал Итон ТВ. Там мы выкладываем уникальные кадры, которые больше нигде выкладывать нельзя. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Саш. Спасибо.